Здравствуйте, вы смотрите 7 канал, в студии Алена Мальцева, сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. За сутки в зоне боевых действий на востоке страны ни один украинский военнослужащий не погиб, четверо получили ранения. Боевики не прекращают провокации против украинских военных. В Широкином боевики двоих вели несколько минут неприцельный огонь в бок передовых опорных пунктов сил антитеррористической операции. Также наши прикордонники, которые несут службу на контрольных постах Золоте и Марьенко, поведомили про пострелы стрелецкой оружия и ганатометов, которые доносились с окупированной территории. В селе Сизе, Станично-Луганского района, Луганской области, на растяжке подорвались и получили ранения два военнослужащих со gesehen званий, которые занимались размен saturацией территории. Также, неподалеку контрольного пункта въезда-выезда Новотроїцьке, человек подорвался на вибуховом пристрее, Потерпилова достали на доцентральной лекарни места Волноваха с осколковыми поранениями ноги. А количество пострадавших от взрывов на складах с боеприпасами в Сватово увеличилось. Теперь таких 8 человек. Число погибших остается неизменным – двое. Тушение огня продолжается, используют пожарные танки. Украинская генпрокуратура должна прекратить срывать реформы и защищать коррумпированных прокуроров. Такое заявление сделал посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Пайт на конференции Бизнес-Совета США Украина. Он напомнил об арестованном летом так называемом бриллиантовом прокуроре. Добавил, Генеральная прокуратура должна прекратить блокировать уголовные расследования взяточничества, заговоров и политических договоренностей. Это поможет стране стать привлекательной для инвесторов. Посол заявил, США поддерживают создание эффективной генпрокуратуры, которой украинцы могут доверить защиту своих прав. Украинская судовая система не имеет зависимости от олигархов и разных посудовых людей. Они должны быть ответственны перед законом. Это отвечает верховенству права. Украинский уряд после Революции Гидности должен формировать современную, независимую институцию. Мы должны избавиться радянской бюрократии и коррупции, чтобы не вошли в это зловживание правами люди. Во второй тур выборов мера Киева проходят Виталий Кличко от блока Петра Порошенко-Солидарности и Борислав Береза от партии решительных граждан. Об этом говорят после обработки 88% протоколов. Киевскому избиркому осталось обработать данные с последней Днепровской комиссии, на территории которой расположены 129 избирательных участков. В Китае отмена политики «Одна семья, один ребенок» не решит демографическую проблему. Такого мнения придерживаются эксперты. Напомню, это было сделано из-за сокращения трудоспособного населения в стране. Сами граждане КНР по-разному относятся к принятому властью решению. Число трудоспособного населения в Китае уменьшается с 2012 года. Позволив семьям заводить двух детей, китайская власть надеется решить проблему. Но не все согласны, что это можно сделать, лишь изменив политику относительно рождаемости. Не будет так, что они просто скажут «Ну хорошо, можете завести еще одного ребенка». И люди сразу начнут это делать. Нужно еще улучшить качество воздуха, пищевую безопасность. Перспектива вырастить еще одного ребенка у многих китайцев вызывает смешанные чувства. Некоторые жители Гонконга говорят, изменения политики позитивно скажутся на воспитании детей. Думаю, политика двух детей на материковом Китае принесет людям позитивные изменения. Возможно, мы больше не увидим, что четыре пожилых человека создают одному ребенку условия жизни, как у императора. Тем временем китайцы с материка утверждают, даже с отменой политики пока не все решаются думать о втором ребенке. Узнала об изменении вчера. Я очень хотела второго ребенка, но потом засомневалась. Мы еще не выплатили ипотечный кредит. Кроме того, растить ребенка в наши дни – это очень и очень дорого. А как тогда растить еще и второго? Мы хотим второго, но вырастить его невозможно. У меня очень напряженная работа, а ребенок еще очень маленький. Мы вообще не планировали иметь второго ребенка, так что отмена политики на меня особого влияния не оказала. Политика одного ребенка в Китае неизменно сопровождалась нарушением прав человека. К тому же она породила большие коррупционные схемы. Очень строгая политика рождаемости принесла китайским семьям много страданий. Это и принудительные аборты, и принудительная стерилизация. Кроме того, она породила коррупцию. Более-менее обеспеченные семьи в сельской местности подкупают чиновников на местах, чтобы получить разрешение на большее число детей. Особенно, когда первый их ребенок – девочка. Предполагается, что уже к середине этого столетия каждому третьему китайцу будет больше 60 лет. Политика «Одна семья, один ребенок» действовала в Китае с конца 70-х годов прошлого столетия. На этом пока все. До встречи в эфире в 17 часов. Всего доброго.